Приветствую вас друзья, предлагаю вам поговорить о проблемах, слабых местах и достоинствах Honda Accord 7 поколения. Давайте разбираться как избежать больших затрат на эксплуатацию и на что смотреть при покупке. Начнем мы как всегда с двигателей. Моторы серии K на Accord 7 просто надежны, но не более того. Двигатели удобны в обслуживании, ресурс у них неплохой, но и есть недостатки. Они очень требовательны к обслуживанию и при вполне умеренных пробегах начинают потреблять масло. Ресурс выпускного распредвала ограничен и на возрастных машинах он требует применения более вязких масел, нежели штатное САЕ-20. А постепенное выкрашивание валов приводит к многочисленным дополнительным поломкам. Помимо этого регулярно встречаются нарекания на замасливание, малый ресурс цепей ГРМ и течи клапанов азорегулятора. Ресурс катализаторов очень мал даже без масляного аппетита, а после сотни тысяч в условиях холодных сибирских зим он уже может начинать пылить. Аналогичный эффект производят старые и неисправные лямбда-сенсоры или неудачная защита картера. Если катализатор не заменить или не удалить сразу, сильно пострадает поршневая группа. На крутильном моторе и без того высокая нагрузка, что приводит к сильному износу колец, поршней и цилиндров. А при появлении малейших количеств амбразива поршневая изнашивается моментально. Даже у моторов с минимальным износом при пробегах за 150-200 тысяч расход масла обычно превышает уже литр-два от замены до замены, а у самых натруженных легко превышает пол-литра на тысячу километров. И заменой колпачков тут не отделаться, так что при покупке старого Accord смотрите в первую очередь машины с японскими контрактными агрегатами или нормально откапитальные. Каких-то особенных слабых мест у машин с механикой нет, но за некоторыми мелочами следить придется. Например, опоры силового агрегата служат порой менее сотни тысяч километров, но вряд ли это связано с их качеством. Скорее сказывается стиль эксплуатации. После 150 тысяч пробега нужно подглядывать на уровень масла и состояние подшипников. Шумящие коробки встречаются, но шум редко доходит до дискомфортного уровня. Причиной его появления обычно становится неправильное масло, редкая его замена или снижение уровня. И, конечно же, любовь водителя к поездкам на высокой скорости. После пары сотен тысяч километров, износ синхронизаторов второй-третий передач начинает постепенно сказываться на скорости переключений. Но при некотором везении и приличном обслуживании, коробки могут пройти и три и пять сотен тысяч километров пробега. Пятиступенчатая коробка серии ARK5 чуть слабее шестиступенчатых AST5, но ресурс в основном зависит от стиля эксплуатации и обслуживания, а не марки агрегата. Сцепление везде обычное, с демпфером, а маховик цельный. Правда, он порой изношен и даже перегрет, но это почти неизбежный риск для драйверской машины с претензиями на динамику. Автоматы на Аккорд седьмого поколения только пятиступенчатые. Агрегаты, несомненно, надежные и при хорошем обслуживании и в спокойных руках, до серьезного ремонта могут переходить рубеж в 350-500 тысяч километров. К сожалению, гонщиков на Аккорд куда больше, чем обычных водителей. И поломки коробок встречаются регулярно. Хорошо, что сюда или подходят, или годятся в качестве доноров коробки от ЦРВ и других более спокойных машин. Втулки и стойки переднего и заднего стабилизаторов отхаживают более 60-90 тысяч километров. Сайлентблоки рычагов сдаются при пробеге более 150-180 тысяч. Амортизаторы, как правило, доезжают до 150-200 тысяч километров пробега. Столько же служат и подшипники ступиц. Передний подшипник меняется отдельно, задний в сборе со ступицей. Передняя двухрычажная подвеска требует ответственного контроля за состоянием пыльников нижних и верхних шаровых опор, а также своевременного выявления люфта. Иначе при пробеге более 150 тысяч километров возможен обрыв шаровой и приседание носа на подломленное колесо. Точь в точь, как на советской классике. На дорестайлинговых аккордах 7-й серии владельцы сталкивались с повышенным износом резины заднего правого колеса с внутренней стороны. Причина в развальном рычаге, который после рестайлинга заменили на новый, удлиненный. Регулировку схода развала задних колес часто осложняют закисшие регулировочные болты. В рулевом управлении использован усилитель гидравлического типа. На Honda Accord 7 для японского рынка устанавливался электроусилитель. Насос гидроусилителя плохо воспринимает неоригинальную жидкость. Со временем появляется гул или вой. Насос потребует переборки. Лакокрасочное покрытие без чудес. Тонкое и легко царапается и вскоре появляются сколы. Хотя кузов и не оцинкован, но металл в местах сколов цвести не спешит. Очаги коррозии могут появиться при повреждении лакокрасочного на порогах и днище, а также внутренней поверхности колесных арок. Лобовое стекло на возрастных машинах затирается щетками. Многие владельцы отмечают запотевание фар. Ксеноновые лампы служат более 100-150 тысяч километров. Блоки розжига более 150-200 тысяч. На рестайлинговых моделях бывает отказывает механизм раскладывания боковых зеркал. Honda Accord 7-го поколения иногда становится жертвой автомобильных вандалов, варварски вырезающих датчики парктроника и омывателей фар. На автомобилях с люком плохо продумана вентиляция пространства под ним. В результате с внутренней стороны нередко скапливается конденсат, а зимой образовывается наледь. Влага стекает на обшивку, а высохнув оставляет разводы. Эмблема и кнопки на руле со временем обтираются при пробеге более 100-120 тысяч километров. Салон не часто донимает скрипами. Проблемные места, амортизатор бардачка, центральные воздуховоды, средние стойки, водительское сидение и направляющие стекол. Дребезжащий замок капота можно утихомировать с помощью изоленты, намотанной на скобу. Но если вы являетесь владельцем Accord, то пожалуйста опишите проблемы, с которыми вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно именно ваш отзыв поможет зрителям при выборе машины. На этом у меня все, всем большое спасибо за внимание, буду вам очень благодарен, если подпишетесь на канал. До скорых встреч!